Всем привет! Сегодня 24 июня. Сегодня понедельник. И сегодня я не дома, сегодня я в университете. В университете, где я работаю. Университет Уорик, который находится в городе Ковентри. Сегодня я не одна, сегодня со мной Дженни. Здравствуйте! Дженни недавно закончила университет, сдала все свои последние экзамены. Дженни выпускница университета Уорик. Спасибо большое. Я очень рада, что я наконец сдала все свои экзамены. И что теперь у меня больше свободного времени, и я могу немного отдохнуть. Но мне также чуть грустно, потому что это означает, что я больше не буду в Уорике. Дженни, сколько лет вы учились в университете Уорик? Я училась в университете Уорик 4 года, выключая год за границей. Я училась в университете в Франции один семестр, а также в Германии один семестр. Здорово! Скажите, пожалуйста, что вы учили... Вы так хорошо говорите по-русски. Спасибо. Что вы учили в университете? В университете я изучала три языка. Я изучала французский и немецкий с русским. По французскому и немецкому языкам у меня были отдельные курсы по переводу, по развитию разговорной речи. И у меня также были отдельные курсы по немецкой и французской культуре. Струтура курса русского языка отличалась и была направлена на развитие навыков грамматики, разговорной речи, чтения, письма и тоже включала элементы о русской культуре. Отлично. У вас не только русский язык, но и культура входит в программу. Хорошо. Женя, а на каких языках вы говорите вообще? Я говорю, конечно, по-английски, тоже по-французски и по-немецки, языки, которые я изучала в университете, а также по-сербски и немного по-итальянски. Много языков. Женя, полиглот. Я начала изучать русский язык четыре года назад в университете Ворик. Но я также хочу добавить, что когда я ездила учиться на год за границей, я изучала русский язык и русскую культуру во Франции и в Германии. И иногда это было довольно сложно, особенно перевод с французского и с немецкого на русский и наоборот. Но я думаю, что это было очень полезно. Здорово. Очень интересно. Женя, почему вы решили изучать русский язык? Я решила изучать русский язык, потому что меня интересовал русский язык и русская культура. Я особенно люблю русскую литературу. И прежде чем я начала изучать русский язык в университете, я уже читала, например, Достоевского. И это еще больше стимулировало мой интерес к изучению русского языка. То есть вы читали Достоевского. А что именно вы читали Достоевского? Какие книги, какие произведения? Я читала «Преступление наказания», а также «Двойник». Отлично. Вы читали на русском языке или на английском? Я читала на английском языке, но я надеюсь, что скоро я могу попробовать их читать на русском языке. Конечно, читать Достоевского в оригинале – это сложно, но я думаю, если вы любите, вам понравится. Женя, вы уже когда-нибудь были в России? К сожалению, я еще не была в России, но я очень хотела бы и я надеюсь, что скоро смогу туда поехать. Хорошо. Куда бы вы хотели поехать? На самом деле очень удивительно, потому что Женя прекрасно говорит на русском языке, как вы можете убедиться, как вы видите. И поэтому это пример того, что можно выучить русский язык, не обязательно находясь в России. Это здорово. Хорошо. Женя, куда бы вы хотели поехать в Россию? Какие города бы вы хотели посетить, посмотреть? Я хотела бы поехать в Москву и в Санкт-Петербург и посетить все известные достопримечательности. Так как я особенно люблю искусство, я хотела бы особенно посетить Третьяковскую галерею в Москве, а также Эрмитаж в Санкт-Петербурге и музей Достоевского в Санкт-Петербурге, потому что я люблю его произведения. Я тоже без удовольствия поехала по путешествия на Транссибирской магистрали, а также, так как я очень люблю природу, я хотела бы посетить другие красивые места, как, например, озеро Байкал. Прекрасные планы. Я из Москвы, и я была, конечно, в Москве, и я была тоже в Санкт-Петербурге, но я никогда не была на озере Байкал. И у меня тоже есть такая мечта съедить на озеро Байкал и проехать по Транссибирской магистрали. По-моему, это здорово. Женя, что вам кажется трудным в изучении русского языка? И многие боятся русского языка. Кажется, что он сложный. Что вы считаете трудным в русском языке? Я бы сказала, что для меня некоторые грамматические понятия очень трудные, особенно глаголы движения и знать, какой глагол надо использовать в каком контексте, а также вид глагола и знать, когда надо использовать глагол совершенного или несовершенного вида. Сначала я думала, что грамматические падежи были очень сложные, но мне кажется, что с временем и с практикой это легче, чем я думала в начале. Хорошо. Главовое движение и совершенный-несовершенный вид. Это действительно сложно. А падежи можно запомнить окончательно. Падежи кажутся сложными, но не такие сложные. Расскажите, пожалуйста, как вы учите русский язык? У вас есть специальные техники или какие-то секреты? Как вы учите русский язык? Я делаю много вещей, чтобы работать над русским языком и совершенствоваться. Конечно, когда я изучаю новую грамматическую тему, я делаю некоторые упражнения, чтобы убедиться, что я понимаю и я могу использовать новую грамматику в практике. А также я думаю, что читать очень важно. И я часто читаю статьи в интернете. И я считаю, что очень полезно при чтении записывать слова в тетрадь. Затем проверять их значение в дисковаре. Это действительно помогает мне учить новые слова в контексте. И через несколько дней я смотрю слово снова и вижу, помню ли я их значение. Чтобы практиковать русский язык, я говорю со своими русскими друзьями, а также со своими одноклассниками. Хорошо. Отличные советы. То есть, главный совет – это читать, очень много читать и выписывать новые слова. Когда я учила итальянский язык, у меня тоже была отдельная тетрадь, куда я выписывала все новые слова, незнакомые слова. Честно говоря, чем больше ты читаешь какую-то книгу или какого-то определенного автора, тем больше ты видишь одни и те же слова. То есть, больше ты читаешь, чаще встречаешь слово и ты его запоминаешь автоматически. Дженни, расскажите, пожалуйста, вы учите язык 4 года. Что вы думали о русском языке 4 года назад и что вы думаете сейчас? Изменилось ли ваше представление о русском языке? Изначально я думала, что русский язык очень трудный язык. И честно говоря, я не знала, на каком уровне я буду в конце моего обучения в университете. Но я бы сказала, что хотя русский язык действительно трудный язык, это не так трудно, как я думала в начале. Дженни, какие у вас планы на будущее? Связаны ли они каким-нибудь образом с русским языком? Будете ли вы продолжать изучать русский язык? Да, я очень рада, что я буду продолжать изучать русский язык. Я поступила в магистратуру в университет БАД на факультете политики, языки и международных исследований. Я буду специализироваться на письменном и устном переводе с французского языка и с русского языка. И я надеюсь, что в будущем я буду использовать русский язык на работе. Хорошо. Это отличная новость. Я очень рада, что вы будете дальше изучать русский язык. Мне кажется, что не все поверят, что вы не носитель русского языка. Вы так хорошо говорите по-русски. Не могли бы вы сказать что-нибудь нам по-английски? Для тех, кто, может быть, еще не очень хорошо знает русский язык, но хочет учить русский язык. Как вы думаете, что вы изучаете русский язык? Я бы считаю, что изучать русский язык очень веселый и веселый. Это очень сложно, если вы начнете учить это в университете. Но я думаю, что это очень интересно, и вы узнаете много о культурах. Я очень рада изучать русский язык и я бы рекомендую это. Спасибо большое за интервью. Спасибо. Спасибо большое. Мне очень нравится изучать русский язык. Это сложно, но я учу его с удовольствием. Скорее и по-русской культуре. Хорошо. Да, 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 да. Хорошо.